Молодцы! Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь 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 Субтитры делал DimaTorzok Аминь 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 Слава Богу, вербочки растут у нас еще, пока есть, да, березовку качаете, березовку качаю, она сама идет, качать не надо, я березки, которые посадил возле дома, у меня всего посажено 50 березок возле храма, ну и которые уже достигли такого примерно диаметра, больше 20, таких можно брать сок, я брал никуда не ходил, только со своих березок, я наморозил 110 литров березовки наморозил, холодильник, мороженое, а потом она растает и все как свеженькая, вот так вот, со своих, которые посадил, выросли и с них уже берут сок, так берут другие, Виктор там набрал, может быть во вторник поедут братья на машине, передаст, В холодильнике, в морозилке, да, бутылка, дорога открылась? Дорога есть, проехать через Корчино только можно, здесь, например, их нет, ехать через Буканку, через Корчино и там ездят на машинах уже наши через Корчино, потому что здесь попробовали, вчера, Игорь, проверить, мне как ехать, мне желательно, чтобы я в понедельнику дома был, а то так поезда нет сегодня, поезда нет, поезд только завтра будет вечером, Поэтому он вчера поехал, дорогу посмотрел, ну, где-то там залез, потом поехал Володя Плотникова вытаскивать, кое-как вытащили и все, здесь пока нет дороги, например, только через Корчино, через Корчино есть, там ездят, ну, это лишних 40 километров, как говорится, что там, для машины 40 километров, ничего не значит, да, Даже не 40, там будет, наверное, 50, наверное, если не 60, если не 60, ну, может быть и 60, ну, я говорю, 40 с гаком, вот так говорят, значит, приглашаете, да, на Пасху, да, кто желает, пожалуйста, приезжайте, если просим, мы всегда рады гостям будем. Вот, напомню, что мы, праздник у нас деревенский, наш праздник, день деревни, 11 мая будет, поэтому, кто желает также на праздники побывать, пожалуйста, милости просим, приезжайте. Так, какие еще вопросы ко мне? Я на автобусе уезжаю сейчас, я еду до Буканки, там в Корчино сиськов приедет, меня встретит и довезет. Так, я еду на перекладных сегодня. Вопросы, скорее, какие? Ангел охранительный. Слава Богу, они будут все. А в следующий раз, как ждал у нас? Я сказал, понедельник, утром, 8 часов, понедельник, 21-го. Пасха, оно 20-го? Моцарк, он 20-го, он 20-го, он 20-го, он 20-го, он 20-го, он 20-го, он 20-го. Докумайте, быстро на полусловие останавливаются. Как только начали говорить, на полусловие. Вот ты начала писать букву К, и только верхний ключок написала, тебе наставительница сказала. Люба, надо зажечь лампадки. Вот вторую уже, в кавычку, у буквы К, ножку, уже не рисуй. У буквы К. Потом дорисуешь. Вот так приучали к послушанию. У нас первые, всегда, если есть гости, всегда сажайте их на эту скамейку. За обед первыми и везде. Гости бывают редкие, и оказать лучше внимания. У них остается от этого память. Немножко о себе скажите, кто вы, как звать и откуда? Пожалуйста. Ну, в смысле, как откуда? Как вас звать? Меня Сергей зовут. Живете где? Какой веры? Три вопроса хотят. Я православная вера, живу, вот она, Никитина. Татьяна, пускай, скажет. Сейчас, по порядку. Я спрошу, нас интересует, батюшка приезжает, когда спрашивает, что там про нас слышно? Мы себя знаем такие, на что настроена наша волна. Другие нас видят другими. Это очень важно знать. Как о нас говорят, думают другие. И сориентироваться, где что не так, и подкорректировать немножко. Ну, как побыли вы на службе? Что вам не понравилось? Мне все понравилось. А вы знаете, сколько здесь труда положено было? К нам приезжали архимандриты, разные, иеромонахи, и священники. Всем до единого нравилось. И все говорили, вот теперь я нашел настоящее, теперь я у себя в беду на приходе. Пока никому это не удалось. Ни одному. Нигде. Были даже несколько человек из одного прихода. И особенно возгорелась та, которая была в воспитательности у детей. Они приехали с группой детей, у нас детский православный лагерь. Можете садиться. Но она первым делом сказала. Ну, с батюшкой заключили как союз, теперь мы уже двое. Ну, обыкновенный приход, мы не наберем там порядок. Ну, понятно, что свои люди и чужие, оглашенные из-за детей, может, никогда не выходили. А скажут, да я там причащаюсь. У вас нет с собой ставили грамоты, где говорится, что вы не отлучиваны ни на запрещение. Такой порядок церковный, такие каноны. Вот мы уезжаем сейчас и с собой берем бумаги на каждого, что мы не замечание, не на отлучение. И мы можем в любом храме причащаться. Вы, наши гости, вышли к этому. Мне самому приходится приглашенных из-за детей выходить там, где это требуется. Ну, скажу, что требуется только не у православных, которые нашли в исповедании. Это у старобрядцев. Те смотрят, кто бы он ни был, они обязательно спорят. Если ты не нашего уровня, два пальца так не складываешь, давай, хоть кто-то будет, хоть Павел, Апостол, хоть Иван, разницы нет. Их не надо за это осуждать. Они как могут, но все-таки придерживаются. Свои и чужие это всегда было в Церкви Христовой. Так, теперь скажите, кто вы, откуда, как вас звать? Меня зовут Татьяна, откуда же, откуда мои дети. Мы на Никитина ходим в Покровский храм. Все понравилось. И будем дальше. Спасибо, Христов. Останетесь еще после этого поговорить? Пока у нас собрание идет, после этого будет садитесь. Будут песнопения, кто-то пойдет домой. Как правило, остаются одни и те же. И будет здесь трапеза. Голодной не будете. И занятия будут? А потом занятия. А потом, кто желает, идут по городу до свидетельств, по квартирам, раздают Евангелие. Теперь прошла неделя. Немножко хотелось, как всегда, сначала неделя, а потом на будущее, что у нас есть. В понедельник было Благовещение Богородицы. Седьмое. Мы были в Покровском соборе. И что вспоминается, всплывает прям все время, непрерывно. Вот одна и та же фраза. Не можешь тебе служить Богу и мамоне. Я много сфотографировал. Мне сначала это нельзя. А я подошел к отцу философа, постоятель. Я говорю, а он в Потеряевке был. Я говорю, батюшка, хотел пофотографировать. Какой разговор иди фотографируй? И теперь эти все сели. Ему разрешил, батюшка. Ну и все засняли. Теперь сегодня сидим с батюшкой и смотрим. Поминания. Во время Великого Поста у нас поминания живых и мертвых одно имя-50 рублей. То есть живые и мертвые не отличаются. Ему как аренды статаяно сказать, Григория, живой он или мертвый. Время тратится не больше. Это по времени. 50 рублей. Я сразу подумал, я миллионер. Сколько это поминаем мы? У нас время-то уходит. Так они больше ничем не подкрепляют. А мы-то сверху накладываем еще тысячу поклонов. Тысячу. Это понятно, что мы миллионеры по их понятиям. А внутри-то дело со сменой. Мы самые нищие, убогие. Бог ни одного поклона нашего не видит. Раньше время никак не судить. Я сам, по-моему, для себя не думаю. И на все везде цены. Везде. Меня удивило одно явление. Это патриарши-то будут смотреть. Вот скажет, вот надо же, соглядатый пришел. Вот вызнал все, а теперь говорит. А что вызнать? Это все открыто. Как заходишь, и влево в них торговая точка. Ну, а тут широкая, как приступок после дверей. И я на приступке на этом простоял. Я не могу сейчас сказать точно, но больше 20 лет. Там никто меня не ставил, смотрел за порядком. Снять шапку, что-то сказать. Как-то неформал смотреть за порядком. Там меня долбили священники, настоятель. Я не уходил с этого места. Но вдруг я увидел что-то новое. Стояли все туда. Примерно было 280 человек. Я люблю математику, статистику. Я просто зрительно глянул, сколько. Из них 18 мужчин. И все почему-то к выходу ближе. А дальше только одни женщины. Причащалось примерно, ну так, 100, может, человек. Много. Один священник был, потом второй вышел. И уже когда закончил, подходит человек, накидывает. И Петрохею перекрестил вперед. Но нам это настолько странно и неприемлемо. У нас отдельно исповедуются. Люди готовятся. Постились, не постились. Можно не спрашивать. Мы пытались однажды сделать. 95% не постились. И условие такое. В этот день до причастия, чтобы не курил. Все. Больше никаких ограничений нет. И курил, не курил, даже не спрашивается. Он только сказал. А у нас, у нас все курящие, у нас не разрешается во двор заходить. Во двор. Это правило определенное. С табачным. Если он даже курит, мы не спустим. Но табачное, чтобы в Баграде у нас не было. И вот стоят. Четыре священника было. Всего в алтарь заходило 15. Не считая, только в одних подризниках были. Еще какие-то там семинаристы видно. Вот такая статистика говорит. Вот этих фонарей, вот таких вот, как вот такие наши. Примерно около 90. Это на люстре, по стенам. То есть вот. Везде это. Но здесь особенно шикарно. Полы перестерлены, я видел. Направо там для покойников показано, что и как поминать. А все сфотографировал. Все есть. И вдруг народ поворачивается. Идет литургия. Все разворачиваются на 180 градусов. И кассии идут. Ну я считаю, 20, 30, 50, вижу уже 100 человек. Третья часть храма. Вдруг все повернулись. Идут вдвое или втрое, как шпалерами. И движутся. Такого не видал. 20 лет простоял, не видал. Что-то опять новое они сделали. Но новое к мамоне подгоняют. Все к мамоне. Везде цены, цены. Офис, если то от 3 тысяч только освещается. Ниже 3 тысяч офис не освещается. Если дома, обыкновенная квартира, то есть еще. Ну и показано. Поминать, хоронить, там с гробом, там без гроба. Поют, хор не поют. Они начинают где-то от 5, он батюшка знает. И доводили где-то чуть ли не до 100 рублей. Это старыми деньгами. Выйдет батюшка на крыльцо покойника встречать. Это отдельная цена. Все это расположено к тому, чтобы прославить, что без мамоны мы никуда. Нигде. Вот чтобы вести в храме, а то у нас торговли нет. У нас нигде нет. Свечи это купили. Вот сестры, живущие чисто, они их льют. Приносят, батюшка ставит сколько надо. У нас никто не бродит, нигде к иконам, по стенам зашел. Вы видели, как перед богослужением 7 минут полного молчания мы молимся. Поблагодарить Бога молча, чтобы у батюшки было служение без препятствий. А тут еще с записками он сегодня сделал, замещал. Это уже не будет в следующий раз. У нас 100% все постятся. 100%. 100% в общине все до одного крещеных в полное погружение. Но наша община, я для вас просто хочу сказать, она не просто уникальна, она единственная за 2000 лет в одном плане. Вот это что у нас, надписи религиозные, это все можно сделать. Нельзя выжить, одно правило включить. У нас запрещено к себе звать. Да как же, запрещено? Вот поговорили, где-то люди желают, вот разрешили один раз прийти. Мы, это, которые знаем уже. У нас были люди такие, приходили с администрации, там, краевой. Мы в центральном районе, живем в городе Барнаула. И города отпустили. Ну, наши люди. Но у нас еще правило одно есть. Если мы вам разрешили, а мы их знаем, они на занятия в университет ходили, то следующее воскресенье тебе не надо спрашивать разрешение, можешь приходить. Но если тебя не было в воскресенье, мы уже спросим, что было, болел ты или не был. А ты, он скажет, да я ходил в Покровский собор в Никольске. Вот, все, ходил, ходил. Вот, говорит, я вам мусульман был. Ходил. Я вам пописто был. Мы не спрашиваем, ты свободный человек. Но скажешь, я играл в это время в шахматы, не пошел или смотрел телевизор. Мы предупредили один раз. Заранее предупреждаем. Ходить к нам запрещается. Это правила такие. То есть мы хотим, чтобы человек чувствовал себя ответственным перед Богом. Перед Богом. Воскресный день посвящен для Бога. И вот мы где проповедуем, более благовестнической общины, как нашего, вообще трудно найти. До края, говорится, вселенной дошли. И ни одного человека мы к себе не зовем. А всех направляем в храму Московской Патриархии. А там у нас самые лютые враги. Какие у нас есть препятствующие благовестни. Углавляющие у нас. Клявящие статьи в интернете. Лично до похавщины доходят. Нас это не касается. И мы все время направляем обращающиеся, кающиеся людей в стаду наших самых лютых врагов. Это вообще невыносимо. Мы даже были в первый же месяц исчезнуть. Но мы не исчезли, пока мы существуем. Ну, кто приходит, знают. Не зовите к себе, нельзя. Но причина какая? То, что люди могут увидеть в нас не христиан, а карикатуру на христиан. Таковы ли мы? Не опорачивайтесь. Слушайте внимательно. Это все отвлечение, это не для вас. И вот вы это для себя знаете. Вы встретились с общиной, где запрещено к себе звать. Переманывать. Обращается человек даже из сектантов, каких бы ни было, мы к себе не зовем. В последнее время, просто назвать у меня по интернету, которые люди пришли, руководители разных сект. Один говорит, я 10 лет был пресвитером у харизматов, поэтому очень трудно таких брать. А он теперь заказывает книги, получил и сфотографировался с книгами. Другой говорит, я был такой, это называется новоапостольский, там, вроде диакона или кого-то. Так, постарайтесь закрыть, или, чтобы они не стоят, как будто не слышат. Вот когда слышите, что где-то мешает, помолитесь об этом. У нас это неоднократно продолжается. И при том один и тот же человек шумит. Это благословение никому не несет. Вы не думайте, что я где-то сделал, хлопнул дверью, а человек молился, на молитве вздрогнул, и прошло мимо, не пройдет, ты сбил с молитвы. Вы понимаете, в мире настолько тонко все увязано с собой, одно с другим, оброненное нечаянно слово, даже плохо расслышанное, может привести такие плоды, от которых вздрогнет все твое потомство. Вот как. Да я этого не говорил. Не говорил, наши свидетели подтвердили, а я и забыл, что сказал. Вот плоды теперь смотри. Сын у тебя наркоман. Вы знаете, в последнее время в Америке, в других странах появилась особая религия, которой никогда не было. Вот у нас здесь есть Андрей, глухонемой, дробот, он показывает, покажи на него. Он мастер. Он любую модельную обувь может шить. И он краснодеревщик. И он сделал вот этот образ смерти, а здесь была у него коса. Ну, она отдельно, на тоненькой такой, и она отломилась. И здесь написал как-то, всем нам надлежит, лежит умрете, потом суд. Это 9.28 послание к евреям. Неплохо. Это напоминание о смерти. Сераха говорит, помни день смерти, вовек не согрешишь. Представь, что сегодня я умираю. А какие будут последствия-то? Мы должны эти завещания сделать немедленно, на все, что есть. Потому что возврата оттуда никому еще не дано. Нет? Если кто-то и обмирал, так он не умер, только обмирал. И вот сейчас там возникло, и даже сектой нельзя назвать, поклонение бабушке смерти. Выступают священники против. Они только, она должна быть не меньше 10 дюймов высоты. Это бабушка, платочки, я на форме выставил, она в первой строчке идет. Как чума какая пошла. Особенно популярно среди наркоманов. Теперь смерти нет. Поэтому наркоман, наркотики глотайте как угодно. Как чума пошла сейчас. Поклонение смерти. А смерти нет. Есть только жизнь. Смерти нет. И смерть будет брошена возродными. Для воскресшего из мертвых Христа это пройденный этап. А мы только идем этим путем. Поклонение смерти. Это же вообразить нельзя. Были секты сатанынинские, которые поклоняются сатане. Они говорят, что в Евангелии правильно написано, но неправильно. В конце будет так, что сатана Христа свяжет и в огонь бросит. И всех, кто ему поклоняется. Это сатанисты. И мы должны знать, мы окружены полщищами, легионами демонов. Какое тебе имя? Он говорит, легион. В одном. А сколько их во всех. В этих вождях, правителях, которые смуты сеют, которые воюют, убивают, блудят. Мы не можем сказать. Это может быть миллиардер. Есть такое мнение у святых. Сколько там их было сброшено, у каждого была обитель. Столько должно верующих войти, и тогда дверь закроется окончательно. Уже никто не покается. Намек на это есть. Поклонение смерти. Когда люди не знали жизни. А если внутренне на себя посмотреть, у нас не поклонение, а ли смерть? Я много-много говорил о поклонении мощам. Что есть. И такие доводы дают. Что об этом говорил Златоуст прославлял. Разный Василий Великий. Ян Дамаскин. Я не против. Это их мнение, неподтвержденное писанием. Писание одно говорит. Прав ты и в прах возвратишься. Все закончилось. Профессор Осипов об этом говорит. Сколько кощунства. Что продают. Везут мешками кости. Все это Греция. Греческие монахи. Хоть маленько. Хоть как Якон Кураев говорит. Нанотехнология. Миллиметр. Микрон. Мощей чтобы у меня был. Почему? А там дух пребывает. Он нигде не пребывает. Он только в оторванном кусочке от мертвого человека. От трупа там пребывает. Да более безумного учения придумать нельзя. Договорили ли это святые? Если они говорили за это, к ответственности призовет Господь. От живого воскресшего Христа к мертвым. Господь сказал оставьте мертвецам. Хоронить мертвецов. Кто хоронит, это уже мертвецы. Хотя они двигаются, ходят. Там гробы окрашены. Но что вы капаете, а потом режьте их. Отпиливайте. Ноги показываются отпилены. Теперь этого нигде в Евангелии нет. Бог наш живых. Бог живых, а не мертвых. А там дух пребывает. Я даю пример. Дух Божий наполнил храм Соломонов, когда он молился. И священники не могли стоять. Там присутствие Божие было. Но когда люди согрешили, отступили, Бог говорит, дом ваш пуст. Господь покидает это. А определять, кто же святой, не святой, Господь запретил, говорит, не судите никак прежде времени. Я говорю о боли. Это стольких людей отвратило от православия сегодня. Я общаюсь с разными людьми. А сделать ничего нельзя. Нельзя. Это как эпидемия. Очень просто. Кость купил какую-то, поставил, теперь опираюсь на нее. Все. Пошел, хлопал ладонью. Но мне благодать. Да Господь так не учил. Это сатана на дощечке, там у Лариона написано, его привязали, он дальше не может уйти. Кто выйдет из дома на первую и сядет верхом. У верующих так. Бог есть дух. И таких поклонников духи истины ищет. Я за то, чтобы все мощи до единой молекул были собраны отовсюду. И захоронены с великими почестями. С патриархом, со всеми епископами. В достойном месте. Прах и в прах. Другого нет и неизменно. И осквернение было от прикосновения к мертвому. Не сказано, что этот будет святой, не святой. Это люди уже придумывают. Кто бы он ни был. Он умер. К трупу прикоснулся, ты не чистый. И за этим стояло очень много. Люди брали на себя на зарельский обед. Нельзя было даже кожицы или зернышко у виноградной кисти съесть. Допустим, брали на пять лет. Но через пять лет заканчивалось пять лет у одной. И умер отец. И она к нему прикоснулась. Пропали пять лет. Она по-новому начала поститься. Лет. Коснулась так, что умерла дочь. Она снова коснулась. И снова. И она пятнадцать лет за один свой обед пропастилась. Так а сейчас по-другому. Да, сейчас по-другому. По-другому. Но то, что остается трупом, остается трупом. Да разве мощь это труп? А ты не выдумай другие слова. Можно назвать разными. Читаем одиннадцатое откровение. О пророках, инохе, или их убили. Написано, и трупы их. Трупы. И бросили на улицах города. Трупы. Ну, неужели остальные-то вышли их? Пророка Илья убили. Это единственное. И иноха. Больше никого нет на небе, которые не умирали, не обмирали. А не трупы. Господь себя трупом назвал. Почему вы умираете от истины? Когда более понятным словом назовешь. Где труп, там соберутся орлы. Читай толкование. Там, где изъязвленный Христос. Туда вознесутся верующие, как орлы, встретя нему. Он трупом себя называет. А тут накрутили разные слова, которых люди даже не знают. Вся мощь в мощах. А можно что-то изменить? Ты в себе измени это отношение. А вот у вас же тоже в антименсии есть? Да, есть. В алтарь не захожу. Я смиренно принимаю все. Вас не поймешь, что нельзя, то нельзя. То, что написано в Библии, а то, что без меня, и нельзя изменить, я принимаю. И благодаря этому я еще живу. А мощь сейчас бы где-то привезли, вот все бы ходили. Приложился к стеклу, не прикасаясь к ним. Люди к мощам-то и не прикасаются. Оно застеклено где-то. Смотрите на все через свет Библии. Во свете Библии. Мы сейчас выставлять в начале, пишем так видеоролики, как бы фильмы, сказали, ну по полчаса, но побольше получается. Жития святых во свете Библии. Мы уже 12 выставили. Будет примерно 88 роликов. Материала, которого никогда не было. Этот материал будет ждать своего света. Когда из тьмы выведут его другие. Но сегодня же все понимают, какая огромная сила там заложена, когда людей направляют к свету. Святые ни один не говорили, что тело мое режьте, а разносите по частям. Ни один. Это 20 столетий. Я умираю, наказываю. Не прикасайтесь. И вот представьте, любимый у патриарха Семен Столпник. Память его 1 сентября по старому стилю. И на похоронах он решил на память, ну хоть из бороды маленько волосиночку-то оторвать-то. И сразу рука отсохла. У патриарха ничего не резало волосинку. Неужели это ни о чем не говорит? А где мощи Антония Великого и Лориона Великого? Нигде нет. Они понимали, что это сегодня как эпидемия. Не избавиться от этого. Изрежут, растащут. И они уходили и скрывались, неизвестно где умирали. Видимо себя закладывали камнями. И никто не мог найти. А монахи везде ходили. Дьявол спорил о Моисеевом теле. Ему надо на этом поймать миллионы людей. Мощи отвратили от нас с изображениями. 2 миллиарда мусульман. Они с нами разговаривать не хотят. Это трупопоклонники. Мертвецы, свиноеды. Хотим и не хотим. Но сегодня, видимо, уже не 200 миллионов, а 300 миллионов. А то и больше протестантов. Мы всех их отвращаем от того, чтобы слушали нас. И это все мы должны найти в Священном Писании подтверждение. Как на это смотреть? Как Бог смотрит? Он показал. Вот так надо смотреть как в Священном Писании. Я говорю, почему в первых веках этого не было? Написано, Степан умер. И похоронили его. Ничего не стали резать. Не под спут ложить нигде. 7 глава Деяния апостолов. Я же не писал Евангелие. Так написано. Ну а потом, а потом воскрес. И так будет лежать в прахе, доколе не раздастся труба. Об этом говорится. Спящая во прахе. Стань спящей. Воскрес не измертвых. Освятит тебя Христос. До страшного суда. Это поле. Это Нива Божия. Она никому не принадлежит к кладбищу. А то обрели мощи. Не говорит, что раскопали труп. Как-то звучит не так. А то у преступников, вот я сидел в тюрьме, они никогда не говорят своровали. Он говорит, взял. Ну взял, ну действительно взял. Ну взял, ты чужой, что молчишь-то. Но есть другое имя, вор. Только бы не простодал, как вор. Они не любят этот вор. А что ты меня вором называешь? Ты шестой раз уже за это сидишь. Он просто взял, слышал, куры кудахщик. Я говорю, залез ночью. Это его тут и поймали в курятнике. Если угнал машину, для него статья особая. Он говорит, да ты на машине проехал. Я говорю, как проехал? Ты купил машину? Да нет. То есть взломал, залез, открыл, сел и поехал. Их вы поймали. Когда мы начинаем искать другие слова для замены истины, мы лжецы. Бог не повелевает этого делать. Нравится или не нравится, нужно называть. А то придумали какие-то слова, все. Божьи слова не надо заменять. Это человек любит мир. Ну не могу, я вот все время на футбольный матч тянет. Хочу посмотреть. Еще особенно любовь к миру. Есть вражда против Бога. Это все равно, что ты на Бога натащил оружие, меч и пошел против Бога. Пойдешь. Да нет. Написано дружба с миром. Вражда против Бога. А впереди название этим людям. Прелюбодеи или прелюбодейцы. То есть духовная проституция. Понятно теперь? Это не просто ты телевизор сидел, уставился, смотрел футбольный матч. Тебе название уже дано? А Богу это угодно, чтобы дети его так назывались? А это равнозначно, дружите. Я говорю, ну не могу ничего. Вот юбки будут разрезаны, зашить. И чтобы больше духа этого не было нигде. Красилось все это убрать. Это мерзость. И она описана для чего? Для прещения чужого самца. Привлечения его. Ефрем Сирин. Я рассказываю, отказаясь на пакте. Вы один раз услышали, скажите. С сегодняшнего дня я уже этого делать не буду. Вот не выходя отсюда, сейчас скажи. Уже не буду. Я на воскресенье работать не буду. Я перед Богом. Вот сегодняшний день у нас вход Господень в Иерусалим. Я рассказывал. Там были еще с одним священником, с Романом беседовали. В Покровском соборе. Отношения-то хорошие. А кто-то боится. Он говорит, я пошел. Там один священник еще говорит. Не охота к вам, но одному нельзя. Надо с кем-то, чтобы был свидетель, что я не перешел там или что-то. Они даже Андрея Кураева сюда одного не послали. А Георгий Кридун его привел. И он тоже Андрей боялся. В интернете он все про меня говорит. А тут он слова не сказал. Приезжал за книгами. А вот лежат мои книги 38 дней. Страх. Страх это лишение помощи от рассудка. Приводя Соломов говорит. И страх, кто страшится. Этот человек не может быть движимой Духом Святым. Где Дух Господний там свобода. А страх сковывает. Он не может. Вот сегодня на меня вышли в Финляндию. Мы туда думаем ехать. И говорят, у вас подготовки. И говорит, там были, сказали, там московская патриархия. И они сразу стали исследовать. Там патриарха надо запасить. Что-то такое. Я говорю, не надо. Мы мимо проходим. Мы только тем, которые желают слышать. Мы едем с сокровищем. И вдруг натолкнулись на одного. Он и вумен и говорит. А меня не касается, что мне скажут. Он на меня говорит. Он привлек только тем, что он бесстрашно говорит обо всем. Я желаю встретиться. И народ подготовлю. Только скажите, с какой стороны, с какой стороны вы к нам приедете. Мы сразу встретим. Там обед когда будет. Чтобы успеть до ужина в другом месте еще встретиться. Вот и все. Сто человек хулят, но один найдется, который этому человеку Господь на сердце положил. Я своего не ищу. Я не получаю за то, что говорю. И вот сегодняшний день. Еще Покровский собор. Зашли там книжную лавку. Меня что интересует. Ну попута там материя. Я говорю, а сколько этот метр материи стоит? 850 рублей. Материи в метр. Там Риза. На Риза. Риза там висит. Ну там. Не наша цена космическая. Ну на всякий случай. Я только спросил. Потому что изображение креста было ровно 4. Никаких на концах не было увеличения. На балдашников этой глупости. Зашли где. Там все. Деревянные яйца. Сувениры. Ну что угодно найдут. Для себя. Чтобы заняться. Не тем. Я вижу книг много. Походил. Походил. Очень добротолюбие. Красочно изданное. Издают книги. А потом посмотрел влево. И там в угол где-то стоит Библия. Ну я продавщицу спросил. Сколько стоит? 600 рублей. Это недорого. Патриаршая Библия полная. Другая там подешевле. Стоят там. Вот где она? Стоит книга. Это и говорит ее место в сознании нашем. Почему так высоко диакон понимает Евангелие? Никакие другие книги-то. Евангелие. И летел по небу. Ангел я видел. Он нес вечное Евангелие. Благая весть. И это мы должны знать. И вот я сказал, когда люди-то идут, эти, погарнулись-то к кассе-то, закончить надо. Что же они делают? А там две продавщицы. Я вижу, одна сидит и отрывает целлофановые мешочки-то. Но они платят, она им отрывает. Целлофановые мешочки торгуют там. Значит, что в другом месте не купят? Что-то не то. Проходят дальше. А надо смотреть дальше, куда эти мешочки идут. Они их раскрывают. А там дальше стоит вторая продавщица. Она мешочек надела на руку. И что она делает дальше? Просфоры. 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 Она берет, чтобы их просфоры гигиенично было, и всем мешочки дает. Ну, просфоры не по рублю. Мужик взял, я вижу, сколько он, я видел, 200 или 300 рублей он ей подал, сотнями-то. И она ему положила несколько просфоров. Подсчитан доход, который со свечей идет. Раньше был тысячу процентов. Тысяча. Вот как она издается, допустим, за рубль. А продрется за тысячу. Ну, и просфоры также. И люди все повернули, все берут, и больше ничего не надо. Они получили, и все закончилось. А раньше они не начинают. Видимо, священники сказали, от этого момента начинайте просфоры. Просфоры-то вчера спещённые были. А иначе тут никого не будет-то. Ну, и все, остальные по машинам, по коням, по коням, по коням. Они получили, что хотели. Кто это всё делает? Кто это придумывает? У нас тоже просфоры. Батюшка вышел, вон они стоят, надо, берите, вон они лежат. Вот вы были здесь, запомните, оглашенные. Не означает это то, что мы вас презираем или как-то, но это общий церковный порядок. Священник должен поговорить, узнать. В этом ни унижения никакого нет. К нам приехал корреспондент с Москвы, он 10 лет комсомольской правды, Макаров Сергей Сергеевич. И когда у батюшки молятся наверху, он сказал, Сергей Сергеевич, когда оглашенные зайдите, надо будет сойти по лестнице вниз, поднимается. Батюшка, так я же православный. Говорит, у вас бумаги, грамоты-то нету. Да уж бюрократ, батюшка, говорит, да, так, ну, правила так, гласят. Ну, что я сделаю, сойду тогда. Да я же причащаюсь, я же в крестные ходы хожу, говорит. Правила. Ни один нищий не имеет права просить его, как он говорит, в церкви или где-то в милостыне, без разрешения от епископа, и должны на руки выдать грамоту. Мирная грамота. Его проверили, действительно, у него маленькая пенсия, у него 10 детей на нем и прочее. А они зарабатывают в день. Спросили одного, сколько? Примерно 3 тысячи. Ну как? Так их сажают специально. Некоторые специальные глаза колют им, или которые маппи их держат на этом-то. И вечером они ходят, сбор собирают. Это в Москве везде. Это все открыто. Инвалидами делали детей, чтобы потом ходить, просить, подавали. Я не выдумываю, это так и понятно, если дают за это. Сегодня вход Господень в Иерусалим. Праздник этого, он на 10-й. Церковь Христова не знала несколько столетий. Его просто не было. Ну и правильно, ничего в этот день не случилось. Вообще ничего не было, которое касается нашего спасения. Это было торжество иерусалимлян, к которым пришел Господь. И было пророчество о том, что сей садьбурь грядет на ослице, молодом ослице. Чтобы пророчество было выполнено. На спасение это не влияет. Был бы он на осле, или на жеребце приехал, как победитель, как цесарь. Это, кесарь. Мы не знаем, почему сделали его двунадесятым праздником. Ничего в этот день не было. Более прилично, может, было, когда Бонус утишил, тогда праздник сделать. Вообще ничего не было. Но разочарование во Христе было у многих. Вот Иуда Бен Гор, там, который пишет Ильюис, и он говорит, люди-то ждали, он заедет как герой, как победитель. Ну, как Жуков на белом коне, принимает парад. Здесь этого не было. На мирном животном. На ослах не воюет. А Господь как раз это и хотел. Он разрушал ложный авторитет. Не хотите ли вы отойти? Когда люди толпами пошли, когда он их накормил, они из-за того, с той стороны моря пришли, а мы искали тебе, где ты был. Говорят, искали, потому что наелись. Я накормил вас хорошо. Поэтому еще раз пришли сюда. Сегодня наркоманов, которые кормят. И они ходят толпами, выходят тут, курят, балаганят. Они не хотят идти работать. Кто не хочет трудиться, тот определенно не ешь. Мы должны на все находить подтверждение в Священном Писании. То есть этот праздник, он пришел спустя столетия. Мы его отмечаем. А монахи его как? Монахи все время давили через желудок. Как говорит власть женщины над мужем идет через желудок. Как она его накормит. И монахи, это они устанавливали праздники. Они на это шли. Сегодня масло растительное. Это все они ввели. А сегодня свину мы можем. А сегодня рыба к нам. Вход рыбы в наши желудки. Это больше люди узнают, чем вход Господень в Иерусалим. А что вербное? Вот вербочки видят. А что вход Господень? И что означало? Вот это одежду постелали. Я еще ни одного не встретил. Зачем одежду-то постелали? Грязный осел, ногами идет одежда в пыли. Они не знают. Главное-то вербочки. И вербочки сейчас продают возле церкви. Там они уже нарезали. Там по кроссу у другого стоят. Видели? И все это сегодня рыба. А вчера рыбу нельзя, только икру. Ведь это надо все придумать. Почему? Во гробу был лазарь, он воскрес. А икра дает жизнь, она изнутри выходит. Вообще-то больше нельзя нигде придумать. Яйца еще нельзя, потому что Пасхи нет. Но именно икра. Раз в году только. Рыбу нельзя. Вот если... Сейчас я покажу вам. Ну, это не настаиваю на этом. Я вчера вот сварил рыбу. Вот чтобы это не отрава. Вот смотрите на меня сейчас, я покажу вам. Я сверху слил. Вот это вот. От рыбы, которую привезли. Свежие, только что пойманные караси, судак, щука и, кажется, окуль. И я жижку эту взял себе. Вот посмотрите. Вот я сейчас пощеркнул ее. То есть это не отрава. Вот кто желает, я дальше продлю. Что она означает? Попробуйте. Возьмите. Ну не бойтесь, смотри, как насторожилися. Вы не думаете, что это народный храм был? Ну, возьмите. Возьмите, можете, я дам. Где всех отравили. Я еще такого не делал вам. А я сейчас скажу дальше. В этой неделе это потребуется. Молчи. Так, пожалуйста. Ну, это жена, это наш гость. Я бы никогда не стал ими жертвовать. Давай, полный год. Давай. Вот посмотрите на рисунок. Сохрани хорошее выражение лица. Так, пожалуйста. Вот дайте другим. Я объясню, что это такое. Знаете, у Серафима Саровского, когда он питался, у него были с нитки. Написано. А что такое с нитки? Не думайте, что он с нитки что-то оторвется с нитки. Он не выбирал никаких куш. Вот я сейчас живу спокойно. Со мной же нет. Вот снимает Володя Пащенко. Покажи сам себе. Он готовит. А когда его нет, это у нас сестра Татьяна есть, он, Капустина. Посмотри, она берет хорошее, что я ей даю. Попробуйте. Я на эту тему сейчас скажу немножко. Маленькую проповедь. От того, что я сготовил. Она готовит, мне приносит. Так я что делаю? Все, что находится в баночках, я всыпаю в кастрюлю. Гречка, шонка, манка, горох и картошки маленько. И соли. И рядом сижу, тут же занимаюсь, но чтобы только не потекло оно. И правда, ни разу никто не заболел. Это мои с нитки. Без подготовки, все, что есть. И вот вчера, чтобы икры-то нету, достали маленькую, какая-то икра ментайна. На что не похоже, там кусок соли лежит. Я решил хорошей икры достать. Но рыба-то заморожена была, и я оттуда все выдрал. Вот такие вот караси. Большие-то. И все это вместе сварил. Получилось что-то темное жидкость. Я сверху все собираю, убираю. Когда я хлебнул, я понял, это самое лучшее, видимо, лекарство. Я же не выдрал желчь, и она там-то растеклась, и она покрыла такой желтизною, но знаете, желчь, она помогает, и глаза везде, бывает, катаракту даже снимают. Вот то, что кому надо еще попушить. Тавита мы тоже читали, да. Я-то этого не хотел, но получилось. Знаете, даже в малом варианте, в малой кондиции, в малой кондиции, это потребуется в пятницу. Вы знаете почему? И дали ему уксус желчью. Нашему Господу, и он не хотел пить. Это было одурманивающее свойство, смягчающая боль, забление, как морфия, как наркотик. И вот, кто попробовал, это как бы напоминание об этом. Некоторые начинают лукавить, и говорят, вот у старобрядцев, говорят, почему вы свинью-то едите, если вы кроликов не едите. Так она освящена, я говорю, а где она была освящена, она на Голгофе. А как? А Христу желчь дали-то свиную. Да где бы ее взяли-то, когда и свиней-то не держали. И где? И почему вы решили? Ну, чтобы оправдать свинью, которую я ем. Свиноеда оправдывает ее тем, как цыган говорит. Я говорю, почему ты воруешь? А нам, батенька, Христос разрешил. А как? А у римлянин-то, когда в Риме-то казнили, да не в Риме, я говорю, в Иерусалиме не ври ты, в Риме. Так вот, забили ему в руки-то ноги-то, а один гвоздь хотели в лоб забить-то. А цыган-то своровал, а муха села, и он говорит, смотри, батенька, гвоздь ты уже забыл, забил его. И Христос сказал, за это разрешай воровать. Это как святое дело для тебя. Цыган тоже оправдывает воровство. Они умеют только воровать, ворожить и обманывать. Нет, батенька, желчь была настоящая, горькая, и он не хотел пить, чтобы претерпеть до конца сознательно страдания за наши тяжкие грехи. От первого человека до последнего. Я вчера из незначительного пришел к таким размышлениям, весь вечер батюшке отдавал, а он все-то не шибко захотел. Не захотел. Хотя батюшка иногда берет кое-что не надо в рот. И он ушел здесь. Если его нет, я расскажу. Я жил на Никитина, и мне нужно было потравить крыс. А у меня знакомое ветеринарное отделение, и они мне дали такие вот таблетки, примерно вот такие зеленые, но они ядовитые. Ну я их написал яд, завернул в один мешочек, завернул в другой, и в семки вынес, и за холодильник сунул. И когда батюшка ко мне приехал туда, свет погас. Еще его дернуло туда, он в темноте полез шариться, свет отодет. И нашел этот кулек, который вообще за холодильником-то. И эту таблетку взял и жует. Вообще вообразить даже нельзя. Представьте, в темноте она зеленая-зеленая. Вот как. Вон там надпись такая есть. Он когда нашел, я не знаю, куда звонить. Скорую помощь ему, по спине колотить его, чтобы он взблевал это все. Или что? Дока что ты тут положил? Да положил-то я в свою не в комнате, но там дальше уже, там же холод, и спрятал куда. Завтра я решил разложить по кулечкам, чтобы не достигнуть. Крысы поедают, там много у меня материала было в сарае, но не успел. Ты-то зачем полез в темноте, не знаю, что лежит, и в рот тянешь. Ну ничего не было. Я давай скорее поесть, что там давать скорее. Видимо, не так много он скушал. А моей вот этой называется погребовал-поморговал. В Новом Завете собака считается веществом животным. И нам говорят, вот вы собаку берете, да как ангел-то с вами будет? Я говорю, а вы так точно знаете? Абсолютно. Ангел там отсутствует, где собака есть. И вот это мнение распространилось очень далеко. И вот, приезжает ко мне бабушка Фокина, Евдокия, с города Рудцовска. Царство ей небесное. 90 с лишним лет жила, у которой вот она жила. Знает Люба, Любовь Николаевна. 23 января 2010 года она умерла. 23 января 2010 года отошла ко Господу. Вот так. И она приехала со связами. Что делать-то мне? Я так люблю внучку свою, мы все время были вместе. Она стала ходить в клуб собаководства, завела собачку. Ну, маленькая-то она не для улицы, тем более живут в каких домах. И стала держать. Ну, там-то нельзя же молиться, же иконы где-то есть-то. Ну, и с внучкой раздор. И я теперь в другой комнате. Внучка перешла в другую комнату и осталась. Она внучку-то любит, а внучка собачку любит. Я ей объясняю. Сестра Евдокия. Есть книга такая, Тавит. И когда пошел Товия, сын Тавита, то с ними пошел ангел Рафаил, архангел. И с ними побежала собака. Побежала, и она обратно вернулась. Значит, отогналась собака? Да нет. И архангел не противодействовал этому, не противоречил. Так и не только это. Господь говорит, когда идут и едят господа, то псы под столом. Псы не на дворе, а сады. Это где? Дает такой намек, что никак не оскверняет. Так не оскверняет, нет. Как она домой летела на крыльях. Как она внучке сказала. Я не права была внучка. Внучка еще больше бабушку полюбила. Бабушка-то какая у меня. Она все развивается, все узнает. Она в школе про бабушку рассказывает. Бабушка-то у меня цветочек. И теперь моя эта баллонка. Живем мы вместе и трое дружим. То есть самое маленькое оброненное слово, иногда такие плоды дает, разделяет людей. Я вам рассказываю фамилии города. Это вот свидетели у меня где-то. А если вы не знали эти места. А вот собака, вот кошка ходит по храму, в алтарь зайдет не осквернение. Но так принято, что если собака, то оскверненный храм освещать надо. И мне представилось. У нас решетки-то слабенькие. Кто-то там разбил. А ризы-то тысячи многие стоят. Я говорю, уносить куда-то надо. Батюшка, хоть... Ну, куда унесешь-то все это? Сосуды и прочее. Выломили. Залезли туда. Но я знаю, что в уголовном розыске и сегодня есть розыскные собаки. Я им звоню. Но другое правило ланифистки, 44-е правило, запрещает мирянам заходить в алтарь. Тем более собакам. Что же мне делать-то теперь-то? Ну, я видел же, как он убегал, побежал. Прям свежий след-то можете взять. Где? Ну, с алтаря ему надо взять-то. Там-то много. Здесь-то один был. Это след-то легче собаке взять-то. Так, пущу я собаку туда вместе с кинологом или не пущу? Я себе ставил вопрос. Видите как? Мне ризы жалко. И охота вернуть их. И по-другому нельзя как-то осквернить алтарь. Ну, и вы думаете, к какому я решению пришел? Ну? Ну, вынести из алтаря хоть что-нибудь, дадать понюхать собаке. Так, алтарь написано. Не то, что когда есть там или что-то нет. В алтарь нельзя. Из алтаря вынести и дать понюхать на улице. Чего обязательно в алтарь-то я не пойму? А что он будет нюхать алтаря-то? Ну, че там украдывали, то и пускай нюхает. Нет, если бы он прикасался к одежде, тогда можно было, но не прикасался. И она будет искать батюшку, который надевал-то. Она батюшку сразу пойдет и схапает и скажет, что он вор. Ну, пускай нюхает там, где они залазили тогда. Там то же самое, что тут же здесь. Был-то один здесь. Вот я все разобрал до конца, как бы я поступил? Ну, ковры какие-нибудь вынести, дать понюхать. Короче, так. Я уже понял. Папа Иоанн Павел I был отравлен. Это весь мир знает. Но вскрывать другое правило. Запрещают вскрывать. И тот, который отравил, он рядом здесь же, кардинал может быть. Ну, пишут об этом. Я там не был. Папа Иоанн Павел II, это уже потом был. Что делать? Правило преобладающее над этим. То, что запрещено. И вскрытие не было сделано. Я бы не пустил в алтарь. Не пустил. Сказал, сможете снаружи. Смотрите. Нет, значит, Господь так попустил. Я в алтаре многократно по теряевке здесь говорил. Предпринимайте какие-то меры. По теряевке даже решеток нет. И сторожа нет. Тут хоть рядом услышал кто-то. А что я услышу, когда через аппарат сегодня говорю? Если бы он пошел и закричал, слышишь, я своровал, я ухожу. Так что дело другое. Но этого нет. Значит, у нас должны быть главные правила. Не только какие-то, а в первую очередь библейские. И это над всем. Я опять возвращаюсь, о чем говорили. Главное, что нам говорит Святая Библия. Она называется Слово Божие. Бог, автор, сказал. Вопросы сняты. А почему он? Обрезание. Для чего? Я понять не могу. Мне один звонит из Америки. А зачем тебе понимать? Бог сказал, обрежьте. А кто не обрежется, 17 глава Бытия говорит, да будет предан смерти. Восьмидневный ребенок, это заключение завета с Богом и Еговой. Ну, спорить будешь или нет? Спорить будешь, значит, за пределом тебя убьют, зарежут. Беспрекословно. Великое благочестие тайно написано. Что он сошел с неба, он дал нам закон, и мы его должны поддерживать. И поэтому нужно каждый день спрашивать. И Господь спрашивал, когда подходили, он говорит, как считаешь? Как считаешь? А что в законе написано? Он начинает считать. Правильно ответил. У нас сегодня людей-то так спросить. Как считаешь? Чего считаешь? Ну, я спрашиваю-то про что? Про закон Божий. А какой закон Божий? Это примерно, вот такая начинается перепалка. Израильтяне знали закон. И Господь им прямо задавал вопрос. Как считаешь? А разумение я тебе добавлю к этому. И Господь постоянно говорил, как написано. И когда он шел в Маус, ученики шли, он пристал к ним, и он стал им доказывать. Доказывать из закона пророков и псалмов. Псалмы не входят ни в закон, ни в пророки. И Лука подчеркнул, что он стал говорить. Иисус доказательства берет только из Библии. Не из каких толкователей. А у них свои толкователи есть. И очень хорошие учителя. Рабини разные. Ну, Рави. Это учителя израильские. Очень хорошие. Такие, как Гамалиил. Но слово их, оно не имеет той силы, как слова святых, какие бы не были. Библия об этом не говорит. Все. Бог этого не говорил. Бог не говорил о мощах ничего. Не говорил, что раскапывайте и делайте то-то, то-то. Я возвращаюсь к прежнему. Сегодня не слушай. Это придет момент, когда услышат. Повторяю. Я все годы говорил, крестят неправильно. Купели нету. Это не крещение, мощение Бога. Эти люди не крещеные, без полного погружения. И для этого 136 свидетельств я привожу. Это из жития святых, из Библии, из канонов вселенских поместных соборов, из трудов святых отцов. Ничего не слушают. А сегодня стали везде купели строить, вот в Никольском. То есть, дело по маленькому сдвигается. Ну, даже построили, но все равно не крестят. Мраморной плитой закрыли. Сейчас скажу. И вот я читаю в Покровском городе, как правильно креститься. Вот три перстар – это знамение Троицы. Два – это Богочеловечество Христа. И налагаем на голову, в освящение наших чувств. Раньше говорили на грудь, прямо написано в законе Божьем. На грудь, вот поперечина. А это выше. Это был сейчас крест перевернутый, колдуны только так молятся. Теперь так столько лет неправильно. И в книгах писали – неправильно. Я десятки лет об этом кричал. Неправильно. На живот, вот где твой пуп. А это означает, в освящение теперь утробы наши. Ну, тут надо осветить. Все, попало, толкаем там утробы-то. Ну, а дальше право и лево. Тут уже объясняют, как хотят. Абсолютно неправильно. Ну, а как тогда? Очень просто. Мы изображаем на себе не крест мой, крест Христов. Согласны? Ну, конечно. Крест, на котором распят мой Спаситель, на Голгофе. Ну, я так же понимаю. Так давайте теперь смысл ко Христу, который вложен там был. Господи. Я же не говорю там о священии чувств. Что вы придумаете-то? На эти слова опираемся. Господи, на лоб. Ты голова всему. Написано. Он глава церкви. 1.18, колоссийном послании. Я его признаю Господом Богом. Бога истина от Бога истины. Да, Господи. Вот и все. Больше ничего в этом нет. А два или три перста я отдельно разъясню. Вот. Что вы плетете-то? У тебя освящение, чьюзак. Они никогда не освятятся, потому что тут сжец. Второе на чрево. Что означает чрево? Не сердце. Теперь стали говорить чрево над бисом. Мы говорим, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Господи. Признали Господь. Ты признаешь Его? Иисусе Христе. Иисусом Он встал через чрево Деву Марии. Ну да. Да конемное надо говорить. Вот Он с неба сошел на землю, воплотился. Что тут сами слова говорят? Ты, Господь, полюби, сошел на землю, так возлюбил мир, что отдал Сына Своей Ненародного. То есть это веришь. Веришь. Направо. И ты вознесся Одесной Отца. Одесной – это правая сторона. Вот я направо кладу. Я ко Христу, крест относится, а не ко мне. Ты, Господи, воссел Одесной. Это значит, Он равен Отцу, равнопоклоняемый, равнослаемый. Так говорит нам? Ну так. А теперь, Бога истина, от Бога истина, и налево помилуй меня, грешного, кому к Тебе обращаюсь. Ради этих страданий, которые Ты взял на себя из-за моих грехов, помилуй меня, козла окаянного, что я стою на левой стороне. На левой стороне мне козлища будут стоять. И налево мы кладем. Помилуй меня, грешного, Господи, погибаю. Простри глани Твои. Мы козлища. Козлятник. И мы просим Вас здесь, я грешный, толкни себя до него сюда, а вот сюда. Патриарх всегда вот сюда куда-то кладет, ниже кармана. Путин крысит, правильно. Посмотрите везде. Я еще ни разу не видел, что патриарх хоть один раз крестное знамение сделал правильно. Чего Вы боитесь сказать? А эти слова до него дойдут, он будет креститься правильно. Ты любишь патриарха? Подскажи ему. Рука у него больная, вот так другой рукой можно подтянуть. Выверщины в органах власти. Я другой рукой подтягивал их, и сейчас ее толком не могу. Господь сделает. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Старообрядцы говорят, князь Владимир крестился так. Сергий Радовецкий так. Феодосий так. Все они молились, вот буду перстать. А Никон переменил на это. Щепотники. Я говорю, а что за щепотники? А табак-то когда берут из мешочка-то? Я говорю, а двумя пальцами папиросы держат. Они сразу молты. Это доказательство сдохло у них. Сегодня-то табак-то мало кто закручивает так. В кесет-то лезет. А именно двумя папироску держат. Не в папиросе дело. Дело в том, что на кресте божество не страдало. Он был Сын Человеческий. Он постоянно говорил Сын Человеческий. А что Сын Божий и Бог? Христос не учил. А что удивительно. Чтобы не соблазнились, когда он будет распят, чтобы они знали, что Бог, они не отступили от Него. Меня спрашивают. Я отвечаю. Это Ян Затонс объясняет так. Так а при чем тут? И не при чем. Это элемент ереси. И два не при чем. А как? На кресте Христос Спаситель принял смерть. Крест это смерть. Ты веришь? Ну да. И он пролил кровь. Он бы ее не пролил, если не был на кресте. С этим соглашаются. А где он пролил кровь? Через левую руку, через правую, через ноги, через бок. Сколько ран? Пять. И поэтому католики, когда молятся вот так вот Петром и показывают слева направо, они объяснение это дают правильное. Так что так надо молиться? Я не могу так. Я не приучен. Но они правы. Надо научиться признавать правду, хотя бы она была не в нашей Палестине. Надо уметь сказать. И они молятся так. Ты, шерстший с неба, владыка владык, и воплотився шерстший с приз на Деву Марию, меня погибший на левой стороне переведи на правую. Все правильно. А я молюсь, ну, перст, с детства так научен, у нас поэтому два-три не имеет значения. Консенсус. И вот мы, рассуждая правильно, мы свет библейский проливаем на все. А всего только крестное знамение. Я хочу пойти в семинарию и показать. Вы это вывесили, объявление молиться. Это как крестное знамение, оно совершенно не относится. Это крест Христов. А на кресте божество бесстрастное. Божество не страдало за Тауз, говорит. А ты говоришь, страдал Бога человеку, старобрядцы говорят, ты еретик. Еретик. А Троица? Тоже еретик будешь. Троица не страдала. Он молится, Отец Небесный, молится, прими Дух мой. Он молится ему. Значит, отца здесь нету. Так это, ну, согласно написанному. Так? Так. А обещанного Духа Святого Жити, то есть тоже нет. Умирало человечество. Божество бесстрастное. Бог не гневается, Бог не сожалеет. Хотя написано «сожалеет», это применительно к нашему мнению, Виссарион говорит. Вам не трудно это слушать? Так, брат хотел что-то сказать, Игорь. Да я хотел все-таки о празднике сегодняшнем сказать немного, но мне кажется, что этот праздник, он очень актуален для сегодняшних дней, потому что эти народные волнения необыкновенные, как говорят, о, говорит, если мужик, говорит, поднимется, рабочий, особенно голодный, там, или за правду, там, с возмущением, то значит, ну, берегись все. Ну, так мы и видим, это было и в семнадцатом году, сейчас видим Майдан. Вот Господь показал, как нужно себя вести в этом. Его же практически провозглашали уже лидером народного движения, когда постелали ветви, это ясно было. И его до этого хотели сделать царем, а сейчас народ практически показал, тогда он убежал, теперь он не смог убежать, пророчество надо было исполнять. И практически Господь показал, как нужно действовать в таких случаях. Народ ждал от него, что он примет на себя царское достоинство, он же мессия был. Христос не принял этого. Он в смирении прошел до конца. Но Игнатий Иванович здесь уже сказал, что и дальше народ полностью обратился, когда начались события вторника, среды, когда предательство произошло. И народ отступил от Господа. Почему? Потому что Господь был кроткий и смиренный. Он ничем не показал своего расположения к тому предложению, которое ему народ сделал. Он не возглавил это лидерство, как вот сейчас мы видим на Майдане, или как Владимир Ульянов возглавил это, или Троцкий. Они захватили и начали дальше только с оружием, только кровь. Христос пролил свою кровь. И мне кажется, что здесь было бы актуально как раз церкви и показать сегодня, вот именно это событие, оно ведет к всеобщему миру на земле. И тогда Христос для нас действительно становится царем и мессией, если мы его принимаем. Ну а так, если мы не знаем ничего евангельского, если нету этого расположения. И да, еще надо вспомнить, что и сила Господня в этот день, в этот праздник необыкновенная. Почему? Написано, устроил хвалу из младенцев, из сущих, из уст младенцев, да. То есть младенцы возопияли осанно-вышних. Младенцы не имеют разума, чтобы так вопиять. Значит что? Значит сатана был побежден. И одно из толкований Златоуста как раз, что сатана, почему так он вопил устами людей, которые окружали Христа вокруг. Сойди со креста и тогда мы уже уверуем в тебя, что ты сын Божий. Почему? Как раз то, что младенцы именно возопили и говорили осанно-вышних. Это его очень удивило и побудило дальше продолжать исследования свои. Кто же такой этот человек, который не имеет греха в конечном итоге? Ну, все, я сказал. Так, вопросы по тому, что слышали? Да нет вопросов. Нет, тогда будут просьбы, в конце просьбы всегда. Везде нам говорят, что люди через Украину. Я говорю, нам говорили, никаким образом не попадать в такие районы, которые горят. Как в Чечне. А в Чечне что там? Мы два раза в прошлом году были. В Дагестане только проехали, сразу в догонку сообщили. Только что сегодня в Родиночане там священника убили. Только что машину со взрывчаткой нашли. Были в Азербайджане. Все, что говорят об странах других, я никогда не опровергаю. Они видят так. Но мы ехали по-другому. Нас везде ждали, мусульмане. В доме молы были, ночевали. Представь себе, это вообще, это все на видеоролике снято. Чтобы весь мир видит. Сейчас Украина пугает. Мы поедем через Украину. Дайте шикарис. Дайте шикарис. Не потому, что там упрямо. Наш путь лежит по России именно так. Мы должны быть в Воронеже, а это уже Украина, к югу. И в Ростовской области. Нас там ждут. В другой момент мы не попадем. Потому что наша работа, она еще будет в центр Москвы и уходим к северу. После того, как пройдем все страны в Европу. Все. Я не вижу, не Анила Шубина. Она ушла? Зоя. Зоя Шубина. А, здесь, вот она. Не видела. У нее дочка там живет. В Бельгии, кажется. В Бельгии. И уже принесли мне данные. Мы можем заехать. Это хорошо, когда даже, ну, знаешь, что есть. Там и помыться, говорит, ездят. Но мы из Германии поедем, поэтому нет. Видите, как постепенно у нас наращивается все больше и больше адресов. Где-то ждут, где-то работают. Особенно Англии сильно ждут. Но, одно но. У нас непредвиденная остановка из-за того, что фотографии, когда мы сдали, оказались в прошлогодние. Они сравнили с паспортами. У них закон, чтобы фотографии не больше шести месяцев было. Но германское посольство этого не требовало, только английское. Мы отдали, у нас приняли. Там отослали, две недели проходят, а нам вернули фотографии. И мы отдали еще две недели. Вот на этой неделе мы должны получить. Но мы с запасом делали. Мы ничего не можем дальше делать. Ничего. Все зависит от Шенгена. Англии не откроют. Мы все равно поедем. И все равно работаем. А главное, это здесь, не там. Я прошу помолиться. Если Богу не угодно наша поездка, чтобы на дорогу нам Эльбрус бросил Господь, который никогда не обойти. Мы не ищем своего. Я не прошу, чтобы мое было. Потому что это погибельное. Если Богу угодно. Препятствий никаких нет. Тем более мы второй раз уже были. У нас оттуда приглашение. И страховки из Германии получены. То есть вообще никаких препятствий не должно быть. Но все в Божьих руках, он знает. Если только сейчас мы на этой неделе получим, так помолитесь, у нас занимается нами Виктор. Чтобы он сразу выбрал время, пришел, он сегодня приедет. В такой стадии оставить документы. Они очень трудно и даются на английском языке. И заплатить только долларами, только с карточки. Чтобы он все до конца сделал. А мы рассчитаемся. Чтобы он только кнопку нажать и сразу, пока нельзя посылать. Мы перед тем, как послать, должны тогда уже все это сделать. Нельзя делать. Если нам в Шенгенске не откроется, там английское нам и не нужно. Мы сейчас поедем. Тем более тогда только на самолете. Значит, что? Господь, чтобы усмотрел на нас нечто лучшее, в нас увидел, чем мы на самом деле есть. Мы едем с благовестием. Нас ждут. Подготавливают, подготавливают. Ну, нам нигде это, где никакого нигде не привета нет, это Испания. С Испанией у нас вообще никаких нет. Но Марина, наша сестра, которая в Греции, она говорит, у нее там в друзьях есть одна испанка, и я с ней попытаюсь разговаривать. Если где-то можно будет. С Малютиным намечена встреча? Нет? Где? С Малютиным. Да, получил я все во Франции. Где-то 3, что ли, часа от Парижа. Так думаем. У нас во Франции ездят уже остановиться. Теперь все сведения, какие нужны. Чем больше у нас знакомых, которые нас ждут, тем я шире даю вопросы, откуда переезжать. Они говорят, там нужно с такого-то места переплывать, то есть уже все. Как переезжали? Переезжали под Ла-Маншем, под проливом. А машина как? А машина по ровам везет. То есть узнают. В Англии за труднение одно будет собака. Требования невыносимые. Дают укол, и укол ждать результаты 6 месяцев. Но я с удалом, что это нереально. Теперь я им говорю, но они нынче вроде правила эти заменили. Если, какие препятствия? Если, допустим, что-то затормозят, а собака защипированная, вакцинированная, проработанная, ну все надо, как сделать. Но это нигде у нас не спрашивают. И мы справки получали, и ехали, доехали до Украины. И как-то я снова в Украину заезжать, ну и справку. А я там познакомился с ветеринаром, ему подарки сделал-то. И он быстро, вне очереди, нам это все делал. Ну мы едем с подарками. То есть книги. Книги не входят во взятку. Вот что самое главное. Единственный товар, который не входит в книги. Книги не входит во взятки. А за взятки до 10-12 лет у них там есть. Статья такая. И если нигде, то во Франции, из нее мы будем, знаешь, чтобы где-то были близко к берегу знакомые, у которых могли бы собаку оставить. Ну, дней на 5-7. Ничего не будет за это время. Сереж, разрешаешь? Хорошие люди, допустим, загородки, чтобы подавать где-то, без всяких прогулок. Не умрет. И об этом вспомнить. Нам нужна помощь молитвенная. Бог дал только один канал связи с ними. Он молчит, Бог. Не отвечает. И не консульство не отвечает. Я доверяюсь. А внутри-то все равно у меня время-то уже, ну, идет теперь уже на дни. Хотя у нас еще больше месяцев. Почти полтора месяца. Как будто бы время есть. Но перед Богом так не рассуждать. Нам нужно это сделать. Так, вопросы? Можно? Да. Братья и сестры, я не в Шенген еду, я еду в Москву, 16-го лечу, 17-го вечером, то есть вот 16-18-го буду в пути. Так что помолитесь о негрешном, на конгресс гематологов еду учиться, там, вот эти два дня. Шенген, некоторые не знают, это 18 государств подписали соглашение. Если в это одно государство зашел, в другое уже не надо никаких документов. Это как одно государство большое. Если у нас приглашение в Германию, из Германии мы можем теперь, куда угодно, кроме Англии, она не вошла в Шенгенскую землю. Это очень здорово придумали. Ну, как вот в России были, 15 республик, там, Латвия, Литва, Узбекистан, мы же ни границы не знали. Примерно вот такой большой конгломерат. Вопросов нет? Нет. Поблагодарим Бога. Мы гейно побыли. Мы гейно побыли. Отец наш небесный, как ты великий всемогущ, слава тебе. Услыша наши молитвы, о чем мы рассуждали, и все устрой по воле твоей святой. Мы не ищем своего, но желаем прославить твое святое имя, благовествовать о том, что ты жив, то ты грядешь в этот мир. Распусти нас с миром. Хвала тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Попутно брат сказал, не знаю, что такое одежду постелать. Одежду постелать, это моя плоть, отданная Христу. Как плотная. То есть он царствует во мне. Вот что означает одежда, которую постелают. Когда Иуй воцарился, и сразу перед ним расстелили одежду. Как они воцарились или нет, как и для они. И закончим. Ну так это? Да. Никак. Редактор субтитров.